Сегодня у нас отчет правительства по теме жилье и городская среда, но предварительно фракция КПРФ встретилась с заместителем председателя правительства, были представители по разным направлениям отвечающие за функции строительства. И, конечно, мы задавали много вопросов, несмотря на то, что вроде бы позитивный такой отчет, но мы с вами прекрасно понимаем. У людей практически отняли все, оставили жилье, но проблем от этого не уменьшилось. Да, взяли, создали много национальных проектов, которые решают проблемы, в частности, например, детей-сирот, но с каждым годом вроде бы 7 миллиардов рублей выделяется на решение этой проблемы, но число детей-сирот, которые должны получить квартиры, в том числе по решению судов, не уменьшается, а лишь увеличивается. Мы говорили об обманутых дольщиках. Да, были приняты масса законов, наверное, в то время предполагалось, что они будут решать эту проблему, но создали еще дополнительные обманутых дольщиков. Сейчас вносим коррективы, создали фонд специальный, дом РФ, который поможет решить проблему обманутых дольщиков, достроить дома. Вчера были приняты поправки для того, чтобы можно было выплатить кому-то компенсацию. Мы говорили на нашей фракции с Мутко о том, что нужно помогать строить там жилье, где техногенные катастрофы, в частности, наводнения или пожары, связывали это с Иркутской области. Вопросы решаются, но пока на нулевом цикле это не очень заметно. Как только начнут строиться дома, тогда пойдет дело быстрее. Мы говорили о том, что необходимо снизить ипотечную ставку на строительство жилья, но по-прежнему остаются актуальные проблемы тех граждан, которые много десятилетий стоят на очереди и никак не могут получить свое социальное жилье. Речь идет о льготниках. Для решения этой проблемы требуется более 1 триллиона рублей, но ежегодно выделяется лишь 35 миллиардов. То есть люди стояли годами, десятилетиями на очереди и по-прежнему не могут решить эту проблему. С таким подходом эта проблема решена не будет. Речь идет о многодетных семьях, о семьях с инвалидами, чернобыльцы, ветераны и многие-многие другие категории, их более 100. Поэтому нужно обязательно в бюджете, который рассматривается, вносить соответствующие поправки. Мы, естественно, задавали вопрос о служебном жилье для медицинских работников, для учителей, для тех, кто готов поехать на село и работать, но жить там по-прежнему невозможно. И та программа, которая говорит о выделении 1 миллиона рублей на покупку жилья, она не решает этих проблем. Поэтому сегодня будет обсуждаться тема «Жилье и городская среда». И, конечно же, удивительно, но правительство создало такую систему, когда даже решение проблемы сквера, тротуара, парков, фонтанов должны решать только через Москву. Вы определили ряд критерий, которые могут люди по этим критериям попасть в программу или города. Но, к сожалению, тоже проблемы решаются. Я думаю, что сегодня на обсуждении этой тематики будут заданы многочисленные вопросы. Будем ждать ответов. Спасибо вам. Сейчас в Государственной Думе в течение ближайших неделей решается вопрос, который мог бы позволить решить ряд других проблем, о которых говорила в том числе Ольга Николаевна. У нас бюджет в очереди, проект федерального бюджета, проекты внебюджетных государственных фондов и так далее. Мы очень внимательно к этим вопросам относимся, имеем свои предложения. Вот я только что сейчас с заседания Комитета Государственной Думы по охране здоровья, где обсуждались вопросы, связанные с бюджетом отрасли здравоохранения на предстоящий период. И вот понимаете, очень остро идет обсуждение, причем вопросы горячие и острые задаются представителями всех фракций. Но, к сожалению, ни представители Минфина, ни представители Министерства здравоохранения не могут ответить на один из принципиальных ключевых вопросов. Это вопрос следующий. Почему не выполняется поручение президента Российской Федерации, которое обозначено в послании в 2018 году, что финансирование из всех государственных источников отрасли здравоохранения должно быть не менее 4% с 2019 по 2024 год? 2019 год уже заканчивается по существу. Здесь будет 3,4 всего-навсего от объемов валового внутреннего продукта, хотя президент поручил не менее 4%. В 2018 год только что заслушали отчет об исполнении. 3,1. Вчера задавали вопрос на фракции вице-премьеру Антону Германовичу Силуанову, почему такая ситуация. Он вместо того, чтобы объяснить, почему, опять воспроизвел нам эти цифры. 3,1, 18, 3,4 будет по прогнозу, 19, что на следующий год 3,6. Сейчас задавали вопрос только что представителям Минфина, почему не выполняете? Они говорят, ну мы же постепенно выполняем, а ну-ка посмотрим, что дальше. А дальше на 2021 год 3,5, а на 2022 3,4 одежда выполнения. Когда же мы на 4 выйдем, если вся пятилетка уже обозначена, и 4 и близко здесь нет. Ладно, если бы это были, так сказать, просто формальные цифры, но за этими формальными цифрами стоит ведь серьезнейшая проблема. У нас ведь действительно люди умирают от нехватки лекарств, люди умирают от слабости и разбитости материально-технической базы первичного звена, люди умирают от того, что не хватает медицинских кадров и так далее, и так далее. Это все вопросы, которые упираются в проблемы недофинансирования, хронического недофинансирования здравоохранения. Потому что они все возложены, эти задачи, по существу, на регионы и обновление оборудования, и, так сказать, подбор кадров и подготовка их и так далее. Но у регионов на эти средства денег нет. Более половины субъектов Российской Федерации в настоящем году, в текущем году, испытывают дефицит территориальных программ оказания государственной медицинской помощи. 55 миллиардов составляет этот дефицит. Почему мы не решаем эти серьезные вопросы, когда у нас обозначены национальные цели, обозначены государственные задачи в приоритетах охрана здоровья и, так сказать, демографические процессы? Они в приоритетах. По демографии мы имеем 17-18 год, естественная убыль составила 360 тысяч человек, по текущему году за полгода уже 200 тысяч граждан. 560 тысяч, это естественная убыль, на это количество больше умерла, чем родилась в Российской Федерации за два с половиной года, и тенденция только нарастает, ее не останавливает. Категорически фракция КПРФ настаивает на том, чтобы мы увеличили бюджет отрасли, так же, как мы должны увеличить бюджеты всех других стратегических отраслей, без которых никакие прорывы и никакие подъемы не нужны. Мы считаем, что бюджет страны, федеральный бюджет, который сейчас рассматривается, должен быть не 20 триллионов, а минимум 25 триллионов рублей. На это возможности и средства есть. У нас ФНБ на следующий год уже планируется, прогнозируется будет 11 триллионов, сколько можно там солить, копить и так далее. И ежегодно оттуда 4-5 миллиардов всего используется для того, чтобы те или иные вопросы решать. А там 11 триллионов прогнозируется на следующий год. То есть, если бы мы хотя бы по триллиону из ФНБ в течение ближайшего времени брали и направляли конкретно на демографию здравоохранения, на те национальные проекты, которые объявлены приоритетными, то мы убеждены в том, что вопросы, связанные со здоровьем людей, с продолжительностью жизни, со всей демографической ситуацией, они решались бы намного лучше. Повторяю, фракция свои предложения уже неоднократно вносила. Мы внесли добрый десяток законопроектов, которые позволяют эти вопросы решать. И будем настаивать на их решении сейчас при рассмотрении и принятии федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов.